Не забываем подписываться на наш полезный канал. Отдельный связанный мотив может стать как аппликацией, так и декоративным элементом какого-либо изделия. Например, связанный крючком бабочкой можно украсить одежду или добавить ее на заколку для волос. А весь процесс создания бабочки показан в данном мастер-классе. Для вязания такой бабочки мы взяли пряжу двух цветов, соответствующий крючок. Основной цвет бабочки будет розовый. Поэтому из данной пряжи начинаем вязание. Выполняем 5 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо и делаем одну воздушную петлю. Затем в получившееся колечко провязываем 3 столбика с накидом. После этого приступаем к вывязыванию основы верхнего крылышка бабочки. Для этого выполняем 8 петель. Далее снова вяжем в кольцо 3 столбика с накидом. Переходим к вывязыванию нижнего крылышка. Для него достаточно 5 воздушных петель, после этого снова вяжем 3 столбика. Вторую половинку бабочки выполняем симметрично, а заканчиваем этот ряд соединительной петлей. Далее продвигаемся на одну петельку вперед. Отсюда мы будем вязать второй ряд крылышек. Для верхнего большого крылышка выполняем 8 столбиков с накидом. Вяжем 5 воздушных петель. Из них выполняем пико. После делаем еще одно такое же пико. Далее в это же крылышко вывязываем 8 столбиков. Соединительной петелькой прикрепляемся к среднему столбику. Нижняя маленькая крылышко начнем с вывязывания 5 столбиков. Далее делаем пико из 3 воздушных петель. И снова вяжем 5 столбиков, после чего прикрепляемся к среднему столбику соединительной петлей. Приступаем к вывязыванию второго нижнего крылышка. Оно выполняется аналогично. Затем вывязываем верхнее крылышко бабочки. Из желтой пряжи мы будем выполнять туловище и усики бабочки. Сначала делаем цепочку из 20 петель. Это количество может быть больше или меньше, при этом ориентируемся на длину, которая должна обхватывать тело бабочки спереди и сзади. Создаем туловище из этой желтой цепочки и замыкаемся соединительной петлей. Далее вяжем усики, для одного нужно выполнить 7 петель. Затем будем вязать соединительными петельками, начиная с четвертой петли от крючка. Аналогично выполняем и второй усик нашей бабочки. После приступаем к вязанию туловища, выполняем его обычными столбиками, а в конце провязываем пару соединительных петель. Наша связанная крючком бабочка готова. Поделитесь нашими МК в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс Дзен канал своими ручками, подпишитесь на ютуб канал. И, огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео. Субтитры сделал DimaTorzok